Лидерами не рождаются, пора стать одним из них. 10 октября стартовал конкурс управленцев лидера России. На сегодняшний день уже подали заявку более 78 тысяч человек. Среди них есть и жители нашего полуострова. 27-летний выпускник Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, а ныне начальник службы подготовки организации ремонта в Камчатск-энерго Роман Смородин, в этом конкурсе участвует второй год подряд. В прошлом году он дошел до полуфинала и вошел в число 300 лучших в Дальневосточном федеральном округе. Я доволен результатом, что помешало, наверное, все-таки отсутствие какого-то большого опыта работы в команде с людьми, потому что все-таки на конкурсе важно взаимодействовать с другими. В этом году вы тоже? Да. Решили? Зачем? Я подумал, просто почему бы и нет попытаться. Нет у меня цели, как говорят, социальный лифт, подняться куда-то выше. Просто интересно самоутвердиться, наверное, какое-то эго. Роман Смородин надеется, что в этом году ему удастся дойти до финала и получить грант в размере 1 миллиона рублей на выбранную им программу обучения. Хотелось бы им воспользоваться и им поучиться дополнительно. Еще один участник первого конкурса, который проходил в прошлом году, депутат ЗАГС Собрания Камчатского края Анатолий Кирносенко. Он также, как и Роман Смородин, вышел в полуфинал. До этого я участвовал во множествах похожих проектах. Видел столько сильных людей в одном месте. Это было нечто невероятное. И общаться с ними, подзарядиться вот этой энергетикой, понять, что такие люди вообще существуют, неким таким даже ментальным каким-то способом подчеркнуть оттуда какие-то знания. Но это была уже сама по себе какая-то победа. Добиться новых успехов камчатский депутат надеется и в этом году. Во-первых, интересна сама идея конкурса, идея некого социального лифта. Во-вторых, интересно то, что по факту конкурса тебе дают промежуточные оценки, дают характеристику твоих качеств. Было интересно понять, на что способен. Ну и сам процесс соревновательный интересен. Еще в прошлом году право на участие имели только граждане Российской Федерации. То в этом году организаторы расширили границы. Управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком, могут зарегистрироваться на сайте конкурса. Изменилась и возрастная планка от 25 до 55 лет. Регистрация на конкурс открыта до 24 октября. Более подробную информацию об участии в конкурсе можно получить на сайте «Лидер России РФ». Лейсана Латыпова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка».